Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева и у нас на связи Полина Бородина, драматург из Москвы. Доброе утро, Полина. Доброе утро, Женя. Очень приятно, что ты согласилась. Тем более у нас сегодня 25 марта, День работников культуры, отмечают обычно в Москве, насколько я помню, в России. Я не знала, но спасибо за просвещение. Просто это на самом деле, я сейчас расскажу маленькую историю, немножко про этот день, потому что я тоже про этот праздник ничего не знала, но когда я работала в Департаменте культуры города Москвы, Сергей Александрович Капков вдруг вырыл его из какого-то календаря и сказал, давай его праздновать. И на самом деле он сделал очень интересную вещь, он объединил действительно людей, которые занимаются театром, кино, музыкой, какими-то очень известными люди, которые, естественно, составляют московскую культуру. Он объединил в одном празднике с теми, кто работает в библиотеках, в домах культуры. То есть то, что обычно считается каким-то таким, что-то рядышком. Грустным и странным. Да, но на самом деле вдруг ты понял, в тот момент мы поняли, что мы действительно делаем одно дело. И это было для меня тогда очень такое важное открытие. Но через два дня Международный день театра, который отмечают уже по всему миру, с чем я тебя заранее поздравляю, потому что я хочу вот что у тебя спросить. Как рано ты поняла, что театр – это то, чем ты хочешь заниматься в жизни? Потому что в 20 лет ты уже пошла учиться к Калиде, к Николаю Калиде, драматургу в Екатеринбурге, где ты родилась и выросла. Как, откуда, что это такое было в твоей жизни, что ты в таком раннем возрасте очень четко поняла, что ты будешь делать? На самом деле, во-первых, я до сих пор не поняла, что я хочу работать в театре. Я отвечаю для себя на этот вопрос каждые, вот ей-богу, полгода. Поэтому это такая, уже там больше 10 лет в профессии, но этот вопрос для меня все еще актуален, на него приходится переотвечать. Но мне кажется, так в любой профессии. Потому что иначе ты просто по инерции случайно окажешься в неожиданном месте, потому что ты как-то, я не знаю, оказался в нем автоматически, плывя по какому-то течению. А вот если говорить про меня 20-летнюю, ну, на самом деле, я не могла тогда с уверенностью сказать, что я хочу заниматься именно театром. Мне кажется, меня туда привело письмо скорее. И на самом деле у меня первое образование другое. Я училась в Екатеринбургской академии современного искусства на менеджера культуры и искусства. То есть я была уже так немножечко себе как бы на уме девочка. И мне, в принципе, нравилось все вот такое не сфера искусства как таковая. И когда я поступала в ВУЗ, моя мама шутила, что как бы для Польщики ВУЗа не придумали, потому что мне искренне все как-то страшно не нравилось. И во всем я не видела какого-то особого смысла. А у Коляды оказалось просто потому, что были какие-то тексты, написанные в том числе. Знаешь, как вот он любит шутить, что пьеса – это когда справа, что говорят, а слева. Кто говорит? Вот по такому принципу. И ну просто потому, что это, знаешь, в этом было ощущение какого-то приключения. Это сулило некие приключения. Ну и так и оказалось. Ну и все-таки, если ты родилась, вот я посмотрела, да, родилась, это как раз самый конец Советского Союза, практически ты родилась уже в новой стране, в новых условиях, выросла уж точно. И, конечно, то, что Екатеринбург и то, что там есть Николай Коляда, мне кажется, определило очень судьбу очень многих людей в вашем городе. Знаешь, это правда, потому что в какой-то момент даже, да, мы там шутили, что, я не знаю, в Екатеринбурге, в принципе, вот так случайно упасть с большей вероятностью можно на драматурга и рок-музыканта, чем, я не знаю, там, на продавщицу в киоске или какого-то человека обыкновенной самой профессии, там, какого-нибудь работника какого-нибудь завода. Вот, ну, конечно, да, то есть человек создал некое силовое поле, и эта профессия, благодаря ему, она начала заинтересовывать людей, потому что, ну, в принципе, это же очень странная профессия. Вот так вот, если рассуждать, то какой-то здоровый человек, который хочет всерьез сделать какую-то карьеру с деньгами, славой, чем-то таким, конечно, там не окажется. Понятно, что к нему приходили какие-то странненькие ребята. Увлеченные искусством, да? И даже, может быть, не очень понимавшие, что... Нет, мне кажется, вот я еще была какая-то там, ну, все были очень разные, я так скажу, но были те, которые пришли там с каким-то... Ну, то есть я была, в принципе, правда, у меня уже было другое образование, которое я там в процессе заканчивала. Я была каким-то, ну, немножечко человеком со своими уже списками, да, того, что я люблю, того, как устроен мой мир. А к нему часто приходят и приходили люди, ну, вот прям... Он же очень любит деревенских вообще. Это его какая-то такая родная тема. Ну, то есть когда человек приезжает из глубинки, он в буквальном смысле вообще не понимает, что и почему, и как, но у него есть какая-то тяга, и вот не происходит какое-то чудо перевоплощения. Да, он видит в людях вот это рождение нового, и очень это поддерживает. Правильно я понимаю? Да, поэтому, честно говоря, вот, конечно, он лучше ответит на этот вопрос, но я больше, чем уверена, я это видела на свои глаза, когда он брал людей. Да, там были люди с какими-то, ну, не фолиантами, да, но написанными уже талантливо написанными текстами. Та же Пулинович, насколько я знаю, поступало, у нее было их достаточное количество. А были люди, у которых там чуть ли их не было совсем, или была какая-то ерунда, но он просто вдруг в человеке видел... Ну, он же абсолютно не... Какой-то потенциал непонятный, да? Как бы не по правилам играет. А ты упомянула Пулинович. Речь идет о драматурге Ярославе Пулинович, твоей коллеге тоже, которая тоже из Екатерины Горького. Моем большом друге и очень популярном драматурге сейчас. Ее же ставят много и играют... Ну, я не знаю, на самом деле, с каждым годом все страшно меняется. За статистикой я не слежу, но действительно, наверное, вот если говорить про десятые, совершенно точно Ярослава была номер один. Вот. Сейчас, мне кажется, просто сложно сказать, потому что я не видела этой статистики, и появилось больше имен, и все так более размазано. Но она, скажем так, королева репертуарного театра. Да-да-да. То есть ее репертуарного, регионального, ее народного в хорошем смысле. Да, но ее ставят все-таки в столицах очень много, и переводили, и ставили. Ну, конечно, конечно, это же как бы и шлейф, но мне кажется, прежде всего, вот она, ее какая-то такая звезда в том, что она всегда писала тексты, ну, понятные людям. Есть же очень много разных типов драматурга. Есть люди, которые там, не знаю, развивают какой-то новый язык или копают под театр, да, в хорошем смысле слова. А есть люди, которые рассказывают истории. И вот Слава всегда рассказывала историю. Ну, у нас и совместная работа была, мы вышли, что вы делали. Вот, расскажи, пожалуйста, про этот спектакль. Это же была какая-то шумная история у вас, насколько я помню. Ой, это было очень весело. То есть это один из первых твоих спектаклей, для которых ты написала пьесу. И это была документальная работа, то есть работа про историю реального человека, Александра Башлачева, музыканта. И я так помню, что я и услышала-то про тебя как про драматурга в связи с этой историей, потому что она нашумела в разных смыслах. И поставил её Семён Серзин, насколько я помню, да? Да, абсолютно. Вот, расскажи, пожалуйста, эту историю. Вы сделали её вместе с Ярославом Полиновичем. Ой, это была, да, такая весёлая история. Ну, так получилось, что мы все втроём какой-то своей любовью любили Башлачева. И Слава довольно давно ходила и думала о том, что нужно что-то про него написать. Но я тогда уже много работала. Ну, как много? Ну, в общем, да. У меня уже были проекты в документальном театре. Я такой драматург-многостаночник. Мне вот неинтересно делать что-то одно, писать там какие-то вот свои сердца истории. У меня очень разные есть. И в том числе документальные. А Слава как раз вот эту вот всю историю про боёвики, про боёвики она умеет, ну, что называется, а вот историю там про разбор материала и про переплавку его в художественное, это скорее не её, скажем так. И поэтому вот так случилось, что мы в этом смысле друг друга нашли, потому что у меня есть какая-то такая, не знаю, скилла, которой нет у неё. У неё есть что-то, чего нет у меня. И нам обоим для нас искренне был, до сих пор так есть, собственно, стихи Башлачева, он был для нас поэтом. То есть не просто вот этим вот дядькой, который пилил, ну, реально, он на гитаре как на пиле же играл. Это была такая очень, с музыкальной точки зрения, странная история. Вот, потом нашёлся Сеня, и мы начали делать этот спектакль совершенно искренне и совершенно бескорыстно. Я вспоминаю, сколько мне за него заплатили. Мне кажется, это была какая-то сумма, знаешь, ну, прям вот расхохотаться. Я уже там точно не помню, но знаешь, что-то там из серии 15-30 тысяч рублей. Ну, то есть вот как бы... Это была абсолютно какая-то история по любви для всех. То есть гонорары были смешные, непонятно было, как там, что дальше, что там окупится, не окупится. Это всё делалось там в новом театре, в Центре современной драматургии. И в какой-то момент репетиционный процесс всех женщин, которые были значимыми в жизни Пашлачёва, был такой режиссёрский ход, ну, он, собственно, есть как льдёт, играла одна актриса совершенно чудесная, всеми обожаемая и неспроста, Тамара Зимина. Это уже очень возрастная актриса, которая при этом выглядит так, как будто она, я не знаю, по ночам пьёт кровь детственниц. Ну, то есть у неё какая-то удивительная природа быть вечно молодой, но при этом это вот как бы прям сильно в возрасте человек. И Сеня выложил какой-то кусочек записи, буквально там что-то типа на 40 секунд, по-моему, в Ютьюбе, где они там как бы вот она и персонаж Пашлачёва, которого играл на таком сильном отстранении, Ягодин играет, вот где у них там, ну, какая-то сцена. Вот. И выяснилось. Что, оказывается, всё, значит, надо было делать не так. Нужно было консультироваться. Ну, то есть это, знаешь, история про известного человека, вот как Серебряников, да, снимал кино про Цоя, в котором, кстати, играл, и там был принцип очень похожий, как у нас. Но это было уже позже, я когда смотрела кино, я прям реально вспоминала про наш спектакль. Потому что вот эта история, что... Вы всё неправильно знаете. Да, вы неправильно знаете, и, оказывается, всегда находятся какой-то миллиард людей, которые считают, что у них есть какое-то эксклюзивное право на... Трактовку событий, да, вот этих вот? Ну, на этого человека, да. Причём это не родственники, это не какие-то даже люди формально близкие, даже некоторые из них, ты серьёзно скопавшись там в биографии, вообще как бы не считаешь их значимыми фигурами, проведя собственный анализ. Ну, просто это, знаете, это как... Ну, это какой-то культовый персонаж, и всем, кто с ним по дороге жизни столкнулся, многим очень кажется, что вот нужно было его в том числе спросить, значит, какую-то консультацию получить и так далее. И началась вот такая информационная война, там, критик, честно, фамилия которого я даже уже не помню, мне кажется, может, у меня мозг вырезал, как бы, да? Ну да, закрыл эту информацию, чтобы не вспоминать. Да, она начала какую-то, ну, реально такую войну, то есть, ну, начала рассказывать родственникам истории про то, что мы там как-то... Ну, оскорбляем память великого поэта, как обычно бывает. Полин, а можно я тебя спрошу, спектакль до сих пор идёт? Да. Я вот хочу спросить вот о чём. Когда вы занимаетесь вот этими документальными вещами в современном театре, вы же понимаете, что вы так или иначе, вот после этого случая, ты же продолжаешь заниматься, ты же сделала с Леной Греминой в Театре ДОК какие-то документальные спектакли, ты всё равно занимаешься этой работой. Я посмотрела, у тебя там много проектов, связанных с Уралмашем и с Биеннале в Екатеринбурге, которые проходят, да, какие-то документальные вещи. И каждый раз, когда вы это делаете, вы думаете о том, что вы всё-таки рассказываете истории реальных людей. И этот опыт, который был такой, ну, довольно шумный и, мне кажется, не совсем нетравматичный, наверное, всё-таки вас это задело. Комсомолки писали, что мы со Славой попилили что-то там миллион рублей. Гранта на эту историю. Было, конечно, очень обидно, потому что очень бы хотелось миллион рублей. Ну да, но драматурги современные живут немножко иначе, это понятно. Но это не отбило желание заниматься вот этой исследовательской работой практически современников? Ну, как сказать, документальный театр, честно говоря, и документальное кино, потому что, когда я общаюсь вообще с людьми, которые так или иначе занимаются документальным или чем-то с ним связанным, они все рассказывают одну и ту же историю про невероятно травматичный опыт, особенно если это касается каких-то вещей, связанных с жизнью недавно, живших людей, у которых ещё живы поклонники, родственники и прочее, которые как отцов и жив, то, конечно, прилетает от всех. Точно так же это может являться травмой, потому что, ну, ты же ищешь истории заведомо, ты же не рассказываешь, как, я не знаю, всё хорошо в селе Кукуево, и все такие классные, молодцы. Ты, конечно, ищешь какие-то истории с каким-то зарядом. Конфликтные, да? Ну, то есть всё равно нужны конфликты в театре, так или иначе. Ну, вот даже не то, что в театре, это, знаешь, вот как вопрос энергетики, то есть нет, бывают какие-то вещи, которые формально, может быть, не являются там самыми лютыми и страшными, но они при этом очень сильно заряжены, самые разные. Я помню, как один из моих каких-то первых там вот этих вербатийных опытов, и мы брали интервью, я даже не помню, какой это был город, по-моему, Березняки, что ли, у молодых девчонок, предпринимательниц, которые одержали в городе новый салон ритуальных услуг. И у них была миссия, ну, ритуальные услуги, продвинуть, в общем, эту сферу и сделать в ней что-то, вот как бы к чему наш народ ещё не готов. Отличающийся от традиционного... У меня отношение к смерти и так далее. Ну, это, конечно, дико было там комично, да, но при этом в этом достаточно энергетики. Ну, кстати, и драмы в этом тоже есть. Ну, то есть я про то, что это действительно документальные вообще направления в искусстве очень часто связаны с прилетающими к себе тумаками, потому что ты, во-первых, ответственен перед свидетелями, да, перед какими-то людьми, с которыми, с биографиями, историями, с которыми ты работаешь. Ну, я не знаю, вспомнить, как Алексеевич, например, у нас, да, любит за... Любит попинать за то, что она делает, да. В общем, да, да. Мне кажется, это свойственно реально. Также точно я общаюсь там с какими-то ребятами, которые снимают документальное кино, и они тоже рассказывают, что это очень травматичный момент, когда герой там уже всё смонтировано, и всё здорово, а герой тебе говорит, там, не знаю, фильма не будет, потому что я здесь некрасивая. Вот. Ну, это сложно. И поэтому, конечно, это путь в некотором роде травмы, но сейчас, честно скажу, я очень редко соглашаюсь на документальные проекты, очень редко, потому что, ну, у меня есть ощущение, что я там какого-то своего потолка достигла, мне больше интересно уже преподавать даже где-то документальное направление в театре. Вот я делала не так давно в ДОКе курс отдельно, специальный документальный, и после этого даже спектакль там родился, который сейчас, насколько я знаю, идёт в ДОКе. Это редко спектакль по итогам работы на курсе, да? Да, да, и вообще как минимум три чудесных чекста случилось. Ну, то есть мне вот это уже, ну, интереснее. Хотя вот у меня формально, вот у меня есть ещё один проект, которым я сейчас занимаюсь, документальный, но он просто такой сам по себе немножко какой-то формой, что ли, меня привлекший коллективом. Это вот как раз история про Екатеринбургское Беннале, где мы придумали проект с социологами вместе, который называется «Тысяча лет вместе». Но это такая интересная история, когда мы приезжаем, ну, изначально это началось в Екатеринбурге, а потом мы ещё повторили эту историю в Красноярске, вот сейчас в Архангельске. Но это история, когда мы приезжаем вот в группу и в город, ну, Екатеринбург, правда, был родным городом проекта, и ты набираешь по опенколу волонтёров, которые хотят научиться брать глубокие интервью и обладать вообще методом разговора на табуированные сложные темы с незнакомыми и незнакомыми людьми. Ты их учишь этому, этому их учат социологи, там, в частности, Дмитрий Рогозин, довольно известный человек. Этому их учу я с колокольни документального театра. Это очень такой сильный тренинг. А потом они выходят в поле и берут интервью про смерть. Про смерть? Да, про смерть. Про то, как смерть существует вот в этом пространстве, в конкретном городе, с конкретными людьми. Шире. Вообще. Вот реально вообще про смерть. Потому что там самые возникают разные темы, и вообще выясняется, что, конечно, смерть, она примерно про всё. И вы сделали этот проект в Екатеринбурге, в Архангельске и в Красноярске? Да. В трёх городах уже, да, опыт есть? А скажи... В Архангельске, грубо говоря, премьера будет там первого числа. А мне вот интересно, знаешь, в связи с этим, а насколько истории пересекаются в разных городах? Или они все разные? Ты знаешь, хороший вопрос. Мне кажется, больше общего, чем разного. Ну, есть локальные вещи, конечно. Вот я сейчас там разбираю эти интервью, которые собрали ребята там, да, обрабатываю их уже для спектакля. У нас там такая, как бы, очень лаконичная, как я её называю, аудиоинсталляция. Это очень такой музейный при этом проект, несмотря на театральный. И, ну, там одна женщина очень здорово рассказывает про то, что, ну, в её жизни часто случаются операции, сложные с наркозом. И она понимает, что вот этот момент предоперационный, когда у тебя анестезия, и вот эти какие-то секунды, когда ты проваливаешься в этот сон, она понимает головой, что, ну, а вдруг она потом, собственно, всё закончится, да, потому что очень часто какие-то происходят, я не знаю, какие-то незапланированные страшные вещи во время операции. Люди умирают, там что-то, анестезию какая-то реакция. И она в эти какие-то секунды, минуты вспоминает какие-то важные вещи в своей жизни. И она вспоминает вот как бы только первым слоем, там, мама, папа, собственные дети. А вообще самая яркая история, про которую она как бы ассоциирует вот с, не знаю, каким-то моментом чего-то настоящего и счастливого, это просто то, как она сидит и смотрит на Белое море, и в этот момент исчезает как человек. То есть уже и её дети перестают существовать, и она сама, то есть вот она просто сливается абсолютно. И понятно, что это, ну, это история человеческая на самом деле, про то, как приятно стать, ну, ничем, никем, да. Но при этом понятно, что в данном случае это очень завязанная на вот конкретной природе вот этого поморского края вещь. То есть поэтому есть какие-то, конечно, есть какие-то локальные штуки. Ну, я тебе скажу, наверное, в Красноярске может человек сказать, что он точно так же сидит и смотрит на большие воды Енисея, которые прилетают где-то мимо. На скалы. По сути, да. По сути, ну, как бы, сюжет примерно одинаковый. Но есть разница просто вот в локациях, да, в том, что города разные, истории разные, традиции немножко разные. Знаешь, я кажется, что больше общего ещё, потому что это же всё, все эти три города, это города всё-таки с какой-то сложной судьбой, по крайней мере, в истории, как минимум. И это всё, как бы, ну, условно, не Москва. Ну, понятно, да. И это всё такие города с холодком. А с холодком почему? Ну, во-первых, просто широта-долгота, то есть что Екатеринбург, что Красноярск, ну, Архангельск уж тем более. Северный город. Приезжали, да, формально чуть ли не весна, уже конец зимы, у тебя вот все ресницы в снежинках, и ты просто примерз к воздуху лицом. Вот, ну, то есть это действительно северный город. Поэтому, мне кажется, что-то есть в северных городах. Общее настроение просто, да, такое? Не настроение, ну, наверное, вот эта история про закрытость первоначальную, которая на самом деле ненастоящая, и при этом очень сильную открытость, если ты пройдёшь вот этот какой-то первый квест. Первый кусочек к человеку достучишься, да? Да-да-да, то есть если ты войдёшь с ним в контакт, то, в общем, он тебе очень много чего подарит. Ну, так, конечно, в принципе, человеческая психология работает, но, мне кажется, вот в этих городах, может быть, этот контраст сильнее. Потому что есть всё-таки города, где ты часто встречаешь людей, которые как бы сами за тобой бегают и говорят, возьми у меня интервью, поговори со мной, пожалуйста. А есть, где люди более закрыты? Полина, спрошу ещё одно. У тебя, как у немногих драматургов, есть свой сайт. И он такой очень классно сделанный. Это потому, что ты училась сначала на менеджера в области современной культуры, видимо, современного искусства. Но если посмотреть пьесы, у тебя много пьес, написанных для детей. Это почему? Это случайно. Вообще, со сайтом «Странная история», если ты заметила, не выкладываю совершенно тексты для документальных проектов и спектаклей, потому что почему-то, это мой собственный какой-то блог, не считаю их текстами для чтения, а читаю, значит, их вещами, которые нужно смотреть уже в театре, в проекте в готовом виде. А в предиоригинальных, да, там много детских. На самом деле, я для себя, как бы, истории для детей открыла очень недавно. И вообще, я человек, у которого детей нет, и я не знаю, будут ли они, у меня даже планов нет на них. Поэтому я всегда думала, что они будут, ну, вообще, то есть, как бы, дети, какая-то, ну, максимум, ну, подростки, да, то есть, вот этот вечный, бунтующий, живущий в тебе подросток, окей, с этим ещё как-то понятно. Про него ты что-то понимаешь, да? Да, и совершенно случайно, вот меня реально засосало, вот у нас сейчас с Поля Стружковой, там, за вот этот карантинный период, две премьеры, в общем, детские в цирке, который вот, которым сейчас занимается в Росгосцирке, да, где сейчас художественный руководитель Квитковский. Вот первый спектакль, скажем так, поставленный вот в этой какой-то уже новой концепции, новой дирекции, цирковой «Девочка и слон». И вот сейчас в циме по роману Ольги Громовой довольно страшная, но при этом детская для детей история «Сахарный ребёнок», про «Девочку и синие врага народа». И я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, почему у меня оригинальных пьес тоже много детских. Вот это какая-то для меня самой загадка, честно скажу тебе. Полин, а вот я хочу вот что спросить. Существует же два направления, в которых работает современный драматург. Первое – это когда тебя приглашают в проект, как драматурга, в котором вы понимаете, что вы делаете, для чего вы делаете, как вы делаете документальные проекты для «Уральской биеннале», или же вы думаете о том, что вы будете делать какую-то историю, или ты пишешь адаптацию какого-то художественного произведения для конкретного спектакля. А что касается вот таких пьес, которые рождаются просто сами у тебя, не для чего конкретного, а просто как тексты. Как ты успеваешь между одним и другим существовать? И что происходит с теми текстами, которые рождаются просто так? Насколько они востребованы? Ой, это больная тема, потому что, ну, например, в моем случае они, как мне кажется, недостаточно востребованы. Ну вот у меня, например, моя такая главная, последняя боль – это текст «Исход», который победил во всём, в чём только можно, везде был опубликован. И почему-то, ну, его формально ставили, но его поставили не так давно в очень маленьком провинциальном Сарапульском театре, но интересный, хороший режиссёр Александра Жунтини. И в России больше он не был поставлен. Ещё в каком-то странном театре, с которым я просто не знакома, в Финляндии я просто так дала разрешение, потому что, ну, почему бы и нет. Но при этом вот режиссёры, очень много режиссёров ходят в театры с этим текстом и почему-то получают отказ. Вот. И это для меня тоже какая-то удивительная история, потому что он как-то оказывается, не знаю, слишком сложным, видимо, для тех, кто принимает решения каким-то слишком где-то тяжёлым. И вот это, да, какая-то такая моя внутренняя боль. Был чудесный аудиоспектакль, который сделал Саша Вартанов со стереотеатром на Глаголе ФФМ. То есть в каких-то в таких формах это произведение реализовалось, а пословок нет. При этом за последнюю неделю мне пришло несколько предложений. Я не думала, что в моей жизни вообще такое будет. То есть когда к тебе приходят очень какие-то классные режиссёры, которые стучатся в хорошие театры, и что-то просто не случается, вот непонятно по какой причине. А потом тебе присылают как бы тысячи очень странных театров, очень странных. Это же, вот я не буду специально называть названия, но вот про которые ты даже не знал, что они в Москве существуют, которые почему-то что-то хотят делать с этим текстом. И ты в каком-то... Ну, я в первый раз отказывала театрам в постановке. Тексты, которые я хочу, чтобы был поставлен. Ну, потому что ты не понимала, что из него получится. Какая у него будет дальнейшая жизнь. Ну, вот я понимала, да, что это будет какая-то очень нехорошая судьба. И это было, конечно, страшно обидно, потому что ты думаешь, боже, почему вот они мне предлагают, а где-то вот в хороших местах не складывается. Ну, вот и это такая история, конечно, про лотерею, когда там в репертуарном театре с Эрлендром другие, по-моему, проценты 4, да, там посчитанных. Ну, что-то такое, то есть, в принципе, в общей сложности маленький процент. Конечно, там очень много зависит от вот этой магии, чтобы, ну, должно сложиться очень много всего. Деньги, да, на бюджет конкретного сезона, конкретный режиссёр, какое-то совпадение театра там с темой. Ну, то есть, реально, это вот всегда, современные пьесы, это всегда какие-то вот очень-очень много факторов и обстоятельств, которые совпадают в один момент, и случается постановка. Ну, то есть, всё-таки драматурги, которые работают и пишут сейчас, они больше пишут по заказу? Нет. Ну, вот, например, для меня вот этот текст, он важнее, чем все тексты по заказу. То есть, понимаешь, это такая история, я бы, наверное, если бы я не писала такие тексты, ну, вообще, в принципе, я бы не считала себя драматургом в парадоксальном образе. Хотя это, конечно, не так. Я бы считала себя человеком, который, ну, я не знаю, ну, нет, ну, это неправильно сказать, классно делает, не знаю, там, да, ботинки на заказ, потому что я соглашаюсь тоже только на те проекты, в которые я искренне верю. Это просто, ну, это командное сотворчество, это история про то, что импульс, например, да, не всегда исходит от меня. Но одновременно с этим я очень серьёзно отношусь к этим вещам. Но, мне кажется, не писать своих текстов, даже если там сложно, даже если они могут случиться именно в театре через, там, несколько лет или много лет, или какой-то из них вдруг не случится, но это всегда, правда, какой-то, ну, это всегда риск, да. Ты просто рожаешь ребёнка в никуда. И неизвестно, какая будет у него судьба. Понравится ли ему вообще кому-нибудь. Да, может быть, ему, может быть, просто он останется сиротой, а может быть, его вроде как возьмут милые люди, а потом так дадут ему по голове, что ты как бы тоже офигеешь. Не узнаешь своего ребёнка тоже, да. В общем, да, поэтому это, ну, это такой, как бы, ну, совершенно нормальный, неизбежный рикс профессии. Понятно, что это для многих талантливых авторов, потому что она тоже любила такие ежегодные, есть огромное количество довольно крутых текстов, которые почему-то, блин, не попадают в театры. Но я, например, решаю себя тем, что... Я знаю, что я не одна такая. Я, например, топлю за то, что драматургия, несмотря на её прикладной характер, она всё-таки и литература тоже. И есть тексты очень талантливые, которые можно читать и нужно читать как литературу. Не в плане, что они, знаешь, литературные, с каким-то душком, я не знаю, произведения. Повествование, да. Да, да. А в том смысле, что это действительно актуальные, классные тексты, которые можно читать на бумаге, и появляются там какие-то, я не знаю, вот начинают появляться издательства, которые готовы и драматургию тоже издавать. И мне кажется, это вот прям страшно здорово, потому что, если честно, про драматургию, например, литературные критики в России не пишут. Ну вот, мне очень интересно, да, Полина, потому что я недавно разговаривала с одной своей знакомой, с которой мы вдруг друг другу объяснили, что мы обе в детстве читали пьесы как книжки. Ну то есть вот я читала Чехова, Голосуорсия, Горького, я читала те, у меня зачитаны те тома, где как раз, ну, из сборников сочинений, у меня зачитаны те тома, где были пьесы. Абсолютно. Это так странно, вот кому-нибудь скажи какому-нибудь нормальному человеку, мне кажется, он не поймет, как можно пьесу читать как книжку. Да мы все их читали, я помню, как, я не знаю, даже какие-то мои ровесники в моей какой-то юности читали вот эти все советские тома, там, розов, арбузов, вампилов. Это, ну, блин, это было нормально, взять это и просто прочитать с огромным удовольствием как литературу. Да, у меня Шекспир был зачитан весь просто, именно пьесы зачитаны, не спектакли, которые я смотрела, а именно пьесы я читала, просто как литературу, и мне кажется, это прям какая-то очень, очень интересный такой опыт. Полина, я все-таки тебя спрошу про твой опыт в Таллине, можно? Потому что мне это интересно. Ты была приглашена художественным руководителем русского театра Эстонии в Таллине Филиппом Лосем сделать с ним спектакль. И это был такой очень необычный опыт. Вы придумали историю трех сестер через определенное количество лет, да? Ну, вот тут, будем честны, не мы придумали, это была идея, которую носил в себе Филипп очень долго, потому что, ну, ты же, наверное, знаешь эту историю, что был когда-то культовый известный спектакль с артистками, которые вот сейчас продолжают там играть, не знаю, в театре, и было бы здорово сделать такой вот такой, не знаю, камбэк и так далее. На самом деле он начинал эту работу еще с Ярославой Пулинович, но она тогда работала с шеф-драматургом, но она как раз переехала обратно в Россию, и вот как бы мы продолжили с Филиппом. То есть в этом смысле это не была какая-то вот моя, знаешь, реализованная мечта. Я бы даже никогда не подумала про то, что, ну, три сестры там много лет спустя. Зачем? А Филипп, реально, он очень верил в эту историю, потому что у него были вот живые артистки, которые могут это сделать, и у него в этом смысле все сошлось, и это была еще, наверное, такая история, которая связывает современный театр с историей театра, что часто важно. Ну, то есть я расскажу просто. Это этот спектакль, который вы сделали в Таллине, ты приехала по приглашению режиссера, написала пьесу о судьбе трех сестер спустя 30 или 40 лет. 30, да? 30, это конец там 30-х. То есть они никуда не уехали, они так и остались в своем провинциальном городе, и на самом деле они пережили революцию, 20-е годы, гражданскую войну. И вот накануне Великой Отечественной войны что с ними происходит? И они еще не знают, опять-таки, какие будут потрясения впереди, но вот вы поймали, вы решили сделать спектакль про тот момент, когда вот они, пройдя этот очень трудный путь, потеряв очень много близких и родных, вот вы их ловите в этой точке. И было это придумано и сделано для тех актрис, которые когда-то играли три сестры, и он захотел сделать с ними какую-то вот другую историю, да? Что вот они такие спустя годы все те же три сестры. Да, то есть для меня, то есть понятно, для Филиппа это была история очень сильно связанная с его театром, потому что он там не просто случайный режиссер, а он, собственно, художественный руководитель, и ему интересно, да, какие-то крючки в истории театра ловить и использовать. А для меня это была история, ну вот если убрать там весь натураж, ну понятно, что там три сестры, чехов там, значит, наш родной, остаемся на этом. На самом деле для меня вот так по-хорошему это была история, прочую простую вещь. Она не только была, ну понятно, что там ты работаешь так или иначе с какой-то исторической натурой, задаешь все вопросы так. А как же, собственно, прошло для них, да, вот эти вот 30-40 лет, практически 40, как они, ну, что случилось там с этими людьми, что они пережили, в чем заключается день, какие они сейчас новости читают, чувствуют ли они приближение там этой войны хоть каким-то там хребтом. Это да, но одновременно с этим для меня это была история, знаешь, про то, что очень легко попасть вот в этот чертов проклятый круг каких-то повторений в своей жизни, даже не повторений, ну как мы часто, я не знаю, это так банально вроде бы, но там откладываем что-то на понедельник, да, или говорим, что мы уйдем с этой треклятой работы, что мы, я не знаю, оставим этого нелюбимого человека, и потом вдруг застреваем с этим на всю жизнь, да, вот в каких-то своих вот этих травмах мы вдруг застреваем на всю жизнь. И это очень страшно, и так живут огромное количество, не обязательно, да, каких-то, я не знаю, совсем простых, нерефлексирующих людей, этих сестер не назовешь такими, они там очень, очень любопытные, очень разные, но вот почему-то вот эта история про то, что они все еще не в Москве, и в общем, все еще так же несчастны, это случилось, я наблюдаю, как это случается с огромным количеством людей, когда ты вдруг раз проснулся, и вот прошло 30 лет, а ты в некотором роде все в том же уме, ну то есть поменялись обстоятельства, поменялся какой-то контур, я не знаю, политический, социальный, там как бы шторы ты купил из Икея новые, может быть, квартиру в ипотеку взял, но в общем все то же самое, и это очень страшно. Полина, нам пора заканчивать, время пролетело незаметно, я хочу сказать, что вот мы будем ждать тогда возможности поехать в Таллинн, если все будет хорошо, и посмотреть этот спектакль, потому что я сама очень хочу, и наверное будут какие-то заители, которые тоже присоединятся. Куда-то поехать, о да. Вот, я тебе желаю каких-то новых интересных предложений, и пусть рождаются те дети, которым будет сложная судьба, но пусть они будут твои пьесы. Большое. Хорошо. Спасибо тебе большое. Слушали программу Без антракта, радио Болтком. Спасибо, Полина Бородина, драматург. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова